Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Я часто высказываю свое мнение, свою точку зрения на различные события в мире, в России, в Австралии. Я понимаю, что это моя точка зрения и я хорошо понимаю, что вы можете с ней быть не согласны на то, как бы у нас есть свобода в ней ограниченная, конечно, всегда, но все-таки я думаю, что, по крайней мере, заставить людей или попросить людей думать уже достижение. Думающий человек гораздо менее склонен впадать в эйфорию, впадать в пессимизм и гораздо меньше возможностей думающего человека обмануть. Итак, первая новость, которую бы я поставил опять-таки в топ, это то, что Израиль требует от Польши признать участие поляков в Холокосте. Ну, я бы хотел поздравить польское государство и польский народ с тем, что, в общем-то, они до этого докатились или их докатили. История началась в 1938 году. Поляки всегда утверждают, что войну начали немцы, начали в 1939 году, 1 сентября, с вторжения в Польшу. Это неправда. Западное общество решило, что 1 сентября 1939 года началась война. А война началась в 1938 году. В 1938 году война началась с нападения на Чехословакию, объединенных сил Германии, Венгрии и Польши. И полякам не следует об этом забывать. Полякам не следует забывать о том, что они в действительности очень много сил, в отличие от всяких французов и прочих, даже голландцев, они очень много сил потратили и жизни, и своих миллионы, чтобы гитлеровская оккупация прекратилась. Чтобы Польша была среди победительниц. Она среди них и оказалась. Но, знаете, когда вот эта вот истеричная русофобская политика Польши не против России, а против русских. Именно против русских. И это заметно и во многих как бы. Я не хочу сказать, что все поляки плохи. У меня отличное отношение с большинством поляков, которых я знаю. Но большинство из этого большинства изначально не очень хорошо относились, если более того, не сказать, плохо относились к русским. И только вот в порядке общения мы как бы эту точку зрения пересмотрели. Но вы же, уважаемые дорогие поляки, понятно, что они это не смотрят, но все-таки поляки же очень не любили Россию. Поляки же очень такие у нас все западные. А запад это означает Израиль. Соответственно, дорогие польские славянские друзья, вам припомнят и то, что происходило в первые дни войны, когда в действительности некоторые поляки участвовали в устремлении евреев до того, как немецкие войска вошли вообще в эти районы. И можно много говорить, но как бы это кощунственно не звучало, польскому народу и польскому правительству, правительствам следует думать, на чьей стороне они и что они делают. Как надо было это думать в 1938 году, как это надо было думать на всем протяжении, как это надо думать сейчас. Иначе вы будете, уважаемые, платить 85 или сколько там миллиардов евро насчитал Израиль в виде компенсации и поляки платить это будут. Проститутка не выбирает. К сожалению, приходится вот таким резким словом говорить, но многим надо задуматься еще. Когда стреляете, всегда думаете в какую сторону стреляете и с кем объединяетесь. И не всегда зло, которое кажется самым страшным, оказывается самым страшным. Может быть это и звучит кощунственно, но если уж ты, как говорится, подослался, значит ты подослался. Если ты прогнулся, значит тебя будут. Как-то так о ситуации с Польшей. Кратенько по олимпийским делам. Принимали ли российские спортсмены допинг? Конечно принимали. Принимают ли другие допинг? Конечно принимают, иначе никаких достижений у них не будет. И что бы там кто ни говорил, это я прекрасно помню с великолепными австралийскими пловцами, которые вдруг перестали плавать. И все эти маклы Климы, Яны Торпы, да и в общем-то наш Александр Попов, его тренер Геннадий Турецких и т.д. и т.п. Надо развивать физкультуру. Я бы забил болт на такие вот соревнования. С другой стороны, вот эту химию тоже надо развивать. А что? Может быть оно и полезно когда-нибудь пригодится. Вот. Но если кто-то политизирует, надо давать людям адекватный ответ. Чтобы давать адекватный ответ, надо быть экономически, культурно, политически развитым. И чтобы все эти поляки и прочие болгары стремились к тебе, стремились дружить с тобой, а не с какими-то там сомнительными народами, которые претендуют на лидерство, что касается больших народов или что касается маленьких народов, но шибко грамотных. Вот. Поэтому, чтобы тебя любили, ты должен быть достоин этой любви. А в противном случае, развивая физкультуру, забей болт на этот спорт, не надо вообще выплачивать что-то международному олимпийскому комитету. Да, зачем это все нужно? Это все реклама, это все бизнес, это это к спорту уже отношение имеет маленькое, а к здоровому образу жизни тем более. Можно сделать хорошую, грамотную культурную нацию, которая и за столом переговоров, и на поле битвы сможет свернуть шею любому оппоненту. И тогда никаких проблем не будет и в спорте. Так что вот это вот вопрос о допинге. Вопрос о людях, которые работали фрилансерами, то есть наемниками в частной военной компании, которую называют Вагнера, я даже не знаю почему. Вот. Ну, первое, это люди военные. Если вы хотите иметь армию, наверное, эта армия должна уметь воевать. Уметь воевать, она может научиться только в воюя. Соответственно, России, ну, наверное, не стоит сейчас вести какие-то реальные войны, даже может быть с таким явным участием, как в Сирии. А вот такие частные военные компании, где военнослужащие наберутся опыта, да, надо воевать. Я знаю, что и поляки так делают, и немцы так делают, и американцы с англичанами так делают. Ну, если Россию считать независимой страной, то, наверное, и Россия должна это делать, и Австралия это делает. Ну, вот. И Франция в Легионе очень много прошли людей, и, в общем-то, Легион занимается далеко не красивой деятельностью порою, зачищают всяких грешников. Вот. Поэтому люди будут воевать, будут погибать. Но, если какая-то третья сторона в этом конфликте участвует, например, Соединенные Штаты, это Израиль, то, естественно, был же случай, когда после определенного подобного инцидента 20 зарубежных советников вместе с свободной сирийской армией, там, мемберами, были уничтожены, среди них десяток израильтян. Был сбит самолет израильский. Ну, шо ж, если замешанные американцы, тоже есть какие-то адекватные симметричные меры, чтобы это делать. А если у вас кишка тонка, то, ну, в этом случае, конечно, незачем куда-то и лезть. Надо участвовать, наверное, в ограниченных каких-то мероприятиях и, собственно говоря, поднимать страну, делать ее экономически и в военном плане сильной. И когда уже ты имеешь право на то, чтобы грохнуть колоком, надо грохать. И если, допустим, убили 14 или 330 твоих солдат, те, которые это сделали, должны будут оплакивать своих граждан, военнослужащих. В сбитых самолетах, уничтоженных спецподразделениях, командных центрах. Ну, все зависит от объема конфронтации. Жестоко, жестоко. Но, ребята, этим людям платят очень большие деньги. 6-7-8 тысяч долларов в месяц. Эти люди знают, за что они воюют. Это для них работа. Очень рискованная работа. И, соответственно, иногда они погибают. Вот это был их выбор. Ну, а что касается государства и народа, я уже сказал, что, в общем-то, надо в этих случаях делать. Опять-таки, 18 марта убирается Путин. Собчак сказала, что нельзя этого делать. Владимир Владимирович сказал, что, а вот ваш папа, Ксения, и говорил, что можно. Ну, хочется сказать, что да, Ксения, ваш папа, был еще тот перец. Поэтому до пятого поколения, наверное, его потомкам я близко бы не допускал. Никаким выбором. Вот. Что касается самого Владимира Вольфовича, тоже можно напомнить, где похоронен его папа. Поэтому президентом страны со всем такими, как бы, рычагами правления я бы не делал. Хотя, впрочем, я думаю, сейчас, как бы, Россия не является такой уж сильно независимой, как каковым был Советский Союз. Вот. Поэтому, ну, можно, в принципе, и Ксению Анатольевну поставить. Можно поставить и Владимира Вольфовича президента. Можно, в общем-то, и коня какого-нибудь или осла поставить. В принципе, разницы не будет. Главное, чтобы была стабильность, и я считаю, что Владимир Володимирович очень хороший гарант стабильности для того дела, которым мы вот с вами занимаемся. Поэтому, как бы, будет это хорошо для России или нет, для российского государства, это уже другой вопрос. Я думаю, что, ну, хуже не будет, чем все остальные кандидаты. Но, по крайней мере, для того, чтобы люди могли спокойно накопить денег и уехать из страны в Австралию учиться, кому-то там жить и работать, а лучше президента найти нельзя пока. А вот проблема, которая у нас с отъездом происходит, это не из-за Владимира Владимировича или России, это принимающая сторона. Вот, прошу любить и жаловать. Кстати, во принимающей стороне очень такой знаковый скандал. Малком Тюрнболл запретил наш премьер-министр, министрам и членам парламента заниматься сексом вне брака со своими подчиненными. Ну, это как коту сказать, что ни в коем случае даже не смотреть на сметану. Ну, если какой-то там член парламента или министр, любой, собственно говоря, начальник, вдруг у него хорошенькая такая молоденькая стафф-мемба, член команды есть, шанс большой. Наверное, даже если это и женщина, стафф-мембер, мужчина, парень какой-то, и этот шанс есть, и это будет происходить. Ну, если Малком Тюрнболл хочет изменить природу вещей или вести больше морали, боюсь, что пока наше общество и в Австралии в том числе таким высоким уровнем морали не обладает. Но интересный, конечно, вариант, когда человек, который номер два в иерархии нашего государства и правящей партии, точнее правящего блока, вдруг начинает спать со своей подчиненной, используя административный ресурс. Это радостное событие, потому что мы понимаем, что Россия не изгой. И мы точно такие же люди, как и Австралия. Ничем они не хуже нас. Они точно так же грешат, как и мы. И слава Богу. Поэтому, ребята, едем в Австралию. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok